Здравствуйте, это Укрлайс и Дмила Немири, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гейтман». Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Андрей Закревский. Я хочу напомнить, что он заместитель директора энергетических и природных ресурсов Украины. Андрей, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время поговорить сегодня с нами. Да, я как раз сегодня буду с вами разговаривать именно о конференции, которую мы организовали, в том числе и с моей ассоциацией нефтегазовой. И, наверное, сейчас очень такой интересный момент, когда, как вы знаете, я уже хвастался вам, что все мои прогнозы сбылись, и теперь, ну, кроме двух, это бренд по 47 долларов, и это то, что россияне должны оставить запорожскую атомную электростанцию. То есть, что она будет... Оставить, то есть уйти? Уйти. Уйти. Вот эти два прогноза сильно отложились сейчас по времени. И если в первом прогнозе по поводу бренда... Очень тяжело удержать. Уже очень тяжело удержать, как бы, в мировой закулисье высокую цену на нефть. Уже не получается. Уже наигрались. То по поводу запроса с атомной электростанцией, по поводу того, что будет происходить, на мой взгляд, и сейчас происходит в энергетике нашей, я думаю, что сейчас будет с зрителям очень интересно поговорить. То есть, вот, мы будем сегодня делать прогнозы, и на ближайшие два года, что будет происходить с украинской энергетикой, исходя из того, что мы видим сейчас с ней произошло. Вот об этом я хочу поговорить сегодня. Андрей, это великолепная тема, которая настолько близка каждому украинцу, как вы сами понимаете. Поэтому давайте начнем с того, где мы сейчас находимся. И вот перспективу двух лет, мы как их будем? Мы сразу через два года прыгнем? Или все-таки будем постепенно к ним добираться? Я не знаю, там, ближайшая перспектива, среднесрочная? Давайте три сценария рассмотрим. Давайте. Я хочу вам расскажите, рассмотреть три сценария. Первый сценарий заключается в том, что ситуация будет постоянно ухудшаться. Как, в принципе, это происходило в ближайшие два года. И есть тогда только один простой вопрос. Почему бы не продолжаться ухудшаться ситуация? Вот. Что для меня тренд на ухудшение? Это два года назад я вам сказал, что мы потеряем полностью всю нашу энергетику, в том виде, в котором она была. И, фактически, в отличие от многих, я следовал своему принципу, сказал, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, дело солнечной электростанции. Даже, знаете, это привело к тому, что некоторые журналисты вообще не оценивают меня как аналитика, как энергетика, там, специалистов добычи нефти и газа, там, крутого или не крутого, но, во всяком случае, вот с этой отрасли. А меня выживальщиком записали. То есть, а, это тот, который про мусорные пакеты на унитазы рассказывал, да, то есть, вот это про «возьмите газированную воду, потому что обычно вода пропадает». Ну, вот так вот воспринимали. Но, на самом деле… А разве это плохо? На самом деле, разве это плохо? Подождите. По сегодняшнему времени это, кстати, лишним не бывает, я вам хочу сказать. Да, это не бывает лишним, и то же самое Тарас Загородний одновременно меня спрашивает и анализирует мою аналитику по поводу российской нефтянки и мировой, но одновременно просит меня, скажи, а ну, еще раз повтори, какой комплект оборудования лучше взять домой, да? То есть, вот. И я счастлив, что вот сейчас уже есть тысячи людей, которые поблагодарили меня за спиртовые камины, поблагодарили меня за то, что они не купили электробиала и генераторы, а купили как раз батарейки, ну, там, Акофло купили, там, какие-то зарядные станции, не прогнались там за всякими бензиновыми, мощными дизельными генераторами, да, то есть вот это все. Ну, Юра, кстати, тот же Романенко, он тоже купил, тоже себе тогда позвонил, еще подешево, успел купить себе солнечную электростанцию, вот, то есть они прислушались тогда к моим советам. Так вот ситуация может ухудшиться в две стороны, ну, дальше куда? Это то, что они продолжат бить по сетям, при том уже так вот, чем прицельно, по переходам через Днепр, вот, по узловым вот этим вот переходам уже просто по линиям. И вторая ситуация – это то, что они ударят по атомным электростанциям. То есть вот как бы у нас всего два шага осталось для того, чтобы полностью разрушить нашу энергетику. Будут ли эти линии переедены? Если по сетям, я уверен в том, что это будет применяться. Ну, тут как раз тот простой момент, когда мы, ну, это пророчная стратегия Путина. Она может быть сделана в течение одной-двух недель, может быть, при усилении каких-то переговорных позиций и так далее, но на энергетику это не повлияет. Почему? Потому что несопоставимая стоимость точной ракеты и то, что она может наделать сетями. Ну, это максимум вышка, да, то есть высоковольтная максимум, очень большая неприятность где-нибудь на границе, вот прям вот пик нагруженный. Но это все решается за неделю и там за две. И задолбился, честно говоря, по линиям выносить. Есть у нас проблемные вещи, это Одесский и Николаевский регион, там, где у нас, ну, тупо ничего не делалось, и два узла таких, которые, они попадают, и разваливается энергетика Одесская и Николаевская области. Они опять попадают, опять разваливаются. Вот уже два года можно было уже что-то разгрузить, сделать, мы этого не делаем. Ну, и причина одна из таких вот неприятных, я про нее рассказывал, это то, что специалистов нет. что когда, ну, я уже говорил, да, что два раза враги выбивали эти трансформаторы, а два раза мышцы сожгли из-за того, что специалистов погнали на фронт, и люди, которые там были, не знали, как справиться с технической ситуацией. Кого обвинять? Те, кто под обстрелами ремонтируют это, но не обладают достаточной квалификацией, потому что не научили, или тех, которые погнали одних на фронт, погнали других. Но ситуация улучшилась. Вы знаете, что сейчас все-таки вот этот как раз нижний и средний состав на словах сказали о том, что бронируйте всех. То есть, а это надо было сделать с самого начала. Не так уж много этих монтеров, не так уж много этих линейщиков и так далее. Ну, их специалистов-единицы осталось. И надо было с самого начала забронировать. И вроде бы сейчас это произошло. Это, ну, я приветствую этот момент. Это хороший момент. Вот это мы описали с вами негативный сценарий. Что произойдет в этом случае негативного сценария, из-за того, что мы имеем сейчас? А произойдет, в принципе, то, что в 8 областях света будет меньше, чем в его отсутствии. Ну, грубо говоря, там, из 24 часов будет меньше 12 часов электричества. А вот в 7 областях. Скорее всего, в 3 областях будет гораздо меньше электричества, чем больше. То есть, ну, грубо говоря, 6 часов в среднем будет электроэнергия. Области развивать надо. Я думаю, что вы прекрасно все понимаете. Это Сумская. Ну, давайте, да, скажем, потому что это важно. Это Сумская, Харьковская и Одесская область. Три области у нас. То есть те, которые активно сейчас простреливаются об этом области. Да, которые, ну, это очень сложная ситуация с сетями, в которых, вот, может быть... Ну, в итоге, мы когда посмотрим, там, окажется, что света больше не было, чем было. То есть, ну, это значит, там, до 6 часов в сутки в среднем это будет зима. А что будет со всей остальной Украиной? Ну, будет 12 на 12 держать где-то так. Но когда мы потом посмотрим, глянемся назад, окажется, что все-таки западные области были более обеспечены. Черновецкая область будет, скорее всего, обеспечена солнечной энергией. Вот как это было в октябре 22-го года, когда ударили по ним. Ну, то есть, там все будет от Солнца зависеть. Вот. Это негативный сценарий, по которому мы можем идти. Что может быть хуже? Но вы не поверите, может быть хуже ситуация, ухудшится. То есть, первое, что мы назвали, такая ухудшающая ситуация. Это первое. Ситуация, да. Но ситуация может вот это еще ухудшиться, но не из-за технических моментов, а из-за политики и из-за договоренности и сдачи Украины. Как по мне может ухудшиться ситуация, что может произойти. Например, один из сценариев, который я себя вижу, это пользуясь вот этой ситуацией того, что у нас все плохо, у нас ничего не получается, все просрали, во всем двиноват, наемку браков и так далее и тому подобное. А вот надо спасать Харьков, надо спасать вот это все дело. Надо договориться с вами. То есть, для меня ухудшение ситуации заключается в том, что мы не просто потерпели из-за ударов нашего северного соседа, а еще взяли и сдались. Вот это самое большое ухудшение ситуации. Хотя на самом деле хуже, чем было до этого, то есть сильно хуже, чем было до этого, не будет. То есть, можно небольшое уточнение, да? То есть, вы хотите сказать, что это повод, когда долгое отсутствие электроэнергии может быть использовано как повод для того, чтобы показать людям, что нужно договариваться. Об этом сейчас мы говорим, да? Да. А при этом ничего нового для нас в Украине не произойдет. Нет никакого эффекта. Это просто раскрученная будет политиками ситуация, вот это ухудшение. И один из таких неприятных наших сценариев заключается в том, что под эту тему, под эту мульку нам могут продать очень плохие условия. Вот как нам не давали с ППО, да, там ППО, сохранять вот эти все вещи, нам вот под эти все вещи нам могут, например, как повод просто не помогать с электроэнергии. Вот, сейчас я хочу напомнить, что мы фактически все пики, которые у нас есть, мы покрываем за счет импорта электроэнергии. Ну, потому что мы часть теперь единой энергетической европейской системы, потому что раньше мы ушли от российской связи. Воспользуясь случаем, не обращайте внимания на вот эти вот ИПСОшные, ну, есть такое ИПСО, типа мы продаем электроэнергию, а потом ее покупаем, продаем дешево, покупаем дорого, там, вот это все ерунда. Мы, если, перетоки происходят всегда, чтобы вы понимали, перетоки происходят постоянно, и с этим связано просто природное использование электроэнергии. То есть, когда мы в этой, где там сейчас какой-то крупный потребитель включился, да, там, в Европе, да, там, и сосал там в течение нескольких секунд большой объем энергии, да. Но Украина сосет постоянно, то есть, подсасывает вот эти вот, этот, и, ну, мы постоянно импорта, постоянно нам нужен импорт и так далее. Если какие-то секундные перетоки возникают, и чисто из-за, так действует система, понимаете, то есть, где-то вот потребитель какой-то крупный включился, я не знаю, там, телевизионный матч начался где-то в Европе, да, то есть, и все дружненько, ну, смеяться, но это, на самом деле, катастрофически иногда влияет на энергосистему, этот футбол, это вообще капец. Не буду смеяться, я понимаю, конечно, да. Например, эти вот футбольные матчи, эти бейсбольные, они обваливали несколько раз энергосистему, это неприложенный факт. И вот бывает момент, когда, ну, вот оно включилось, вот туда порелось, но мы постоянно просим. То есть, если вам кто-то показывает графики, а вот смотрите, в такой-то день, в такой-то час, в такую-то минуту, вот поток энергии шел из Украины, ну, это вас обманывает, потому что после этого будет часы и уже, к сожалению, недели, когда мы забираем, в большинстве мы забираем электроэнергию. То есть, это уже продолжается фактически с конца апреля, вот, мы постоянно импортируем электроэнергию. Ну, вот, постоянно. Мы полностью импортозависимые. И вот это, конечно, это очень слабая позиция, которую мы вот имеем по вот этому варианту, что это может привести к договорению. Давайте теперь рассмотрим, наоборот, самый лучший вариант, который с нами может произойти. Самый лучший вариант, который сможет с нами произойти из той ситуации, которая происходит сейчас, которую я вижу, это вариант, когда наш бизнес, мы сами, самостоятельно, фактически замещаем всю маневровую генерацию, которая есть в течение двух лет. То есть, это ситуация, когда ответственность за то, что происходит в стране с бизнесом и так далее, бизнес берется на себя самостоятельно, не обращая внимания на государство. И что произойдет в этом случае? В этом случае, во-первых, государство будет вынуждено предлагать тарифы дешевле, чем вы сможете себе обеспечить сами по себестоимости электроэнерика. И это очень важная вещь, потому что сейчас государство вам предлагает такие тарифы, которые без учета капиталовложений в собственную генерацию тепла и энергетики есть завышены. И причина очень простая. Так случилось, что во всем мире электроэнергия уже в большинстве стран Европы или дорогая, или зеленая. Или зеленая и дорогая. Других не существует. Или дорогая, или зеленая, или дорогая зеленая. Нет у них больше другой электроэнергии. То есть, они к этому пришли. И по-другому они этим не занимаются. Ну, то есть, нет, все уже. Отказались от всяких там вещей. Если что-то у вас угольное есть, если у вас есть что-то газовое и так далее, и тому подобное, вы за это платите налоги. Значит, она дорогая. То есть, другой энергии нет. Или дорогая. Вас загнали. Если даже дешево ты это сделаешь с помощью угля, дров, или чего, ну, дров, это зеленый, там, угля или там газа, то ты заплатишь за это деньги. И эта энергия дорогая. Стало дорогое. Или она зеленая. Ну, там большие капиталовложения и проблемы с притоками и балансированием. То есть, и она зеленая. Может быть, днем недорогой, но она зеленая. Значит, никому не нужная. Да, одна из самых лучших энергий, этих зеленых энергий, это никому не нужная энергия. А вот. И вот мы находимся в такой ситуации, когда сейчас, например, поставить себе газоэлектрическую станцию, на автогазе, на автомобильном газе, вы получите себе по 8, если окупаемость в течение двух лет, вы посчитаете, то вы получите себе стоимость электроэнергии, киловатта, в районе 8 гривен. 8 гривен. Если вы поставите себе большую газоэлектрическую станцию, как вот мне прислали просто, тоже люди послушались наших советов, тогда с Романилкой, они поставили себе внутренняя газоэлектрическую станцию. То есть, у них тепло, которое там было, то есть, у них еще рекуператоры на выбросы, ну, работающего двигателя поставили. То есть, у них там 100% фактически КПД. Вот. У них от 2,73 до 3 гривен 14 себестоимость одного киловатта электроэнергии. Вот. Это уже ниже, чем тариф для населения. Конечно. Так уже тариф для населения-то подняли. Уже совершенно другой тариф, да. Вы это должны понимать. Дальше идем. Если это небольшие газоэлектрические генераторы, вот как у меня, например, там Атакофлой и так далее, там 11 гривен стоит электроэнергия. А бензиновый генератор экономный, хороший, то есть, опять же, маленький. Вот. У нас все кинулись большие генераторы покупать, а как вы их нагружать будете? Они в холостую потребляют просто, к сожалению, больше энергии. Нужно маленькие генераторы покупать. Там до 2 киловатт. Вот. Ну, к сожалению, люди большие нагреблись, а теперь не знают, куда эту энергию девать. Так вот, получается, что если бензиновый генератор, в принципе, производит электроэнергию от 19 до 23 гривен, есть у него огромная проблема в том, что на холостом ходу он все равно потребляет какую-то там долю граммов и так далее и тому подобное, и она выходит в трубу. То есть, мы не загружаем вот эти вот бензиновые и дизельные генераторы маленькие. Вот эта проблема такая есть. Большие бензиновые и дизельные генераторы, которые вот привезли, у них, конечно, экономика гораздо лучше. То есть, там, 15-17 гривен, и они работают уже там, обеспечивая конкретные насосы, конкретные вещи, которые есть. Самый интересный момент, что если говорить про оптимистический сценарий, сам оптимистический сценарий, он еще заключается в том, что наше государство допустит вот эту микрогенерацию к электрическим сетям. есть даже такие заявления очень интересные, там, Николай Коресника, заместительный министр, который вот это все дело оценивал. Ну, я не знаю, там, Николай, это один из лучших, как бы, чиновников, который сейчас работает в нашей области. Есть уже заявление Кудрецкого. Они, когда есть очень интересные группы, работают, в том числе, там, Ермилова, того же группы, например. Вот они интересные вещи говорят. Они говорят о том, что если сейчас государство допустит микрогенерацию на этот энергетический рынок, то мы можем вообще осенью всех остановить, не почувствовать ситуацию. Но есть на этот момент Станислав Игнатьев, да, то есть, который сейчас сделал большой обзор в моей конференции. И он почитал, не-не-не, ребята, замена полностью угля, а уголь умер, по позитивному варианту, делает, и что экономика будет расти, делает нам медвежную услугу по газу. То есть 5,4 миллиарда кубометров газа придется поставить в Украину дополнительно. Чуда не произойдет. То есть, а мы можем, нам негде взять эти 5,4 миллиарда. Мы можем взять 1,7 миллиарда сейчас дополнительно. Потому что эти 1,7 миллиарда были убиты, как это сказать по-русски, я не знаю, недолугой, как не знаю сказать. Плохой, некачественной политикой. Некачественная. Некачественная. Чиновников при национализации украин-автабурения, смартов, и неправильной политике первый год по отношению к частным добывающим компаниям. Вот. Смотрите, как можно легко восстановить 1,7 миллиарда кубометров газа дополнительно к тому, что мы сейчас добываем. 300 миллионов и 400 миллионов было потеряно на Украине мертебурения смарта, это 700 миллионов. И около... Только ДТЭК потерял 650-800 миллиардов... 700 миллионов добычи в год из-за того, что закачивали в подземку вместо того, чтобы увеличивать объемы добычи. Не было куда продать, экспорт запретили. Вот. Ну и смысл тебе развивать месторождение, все закачивать в подземку, да, и так далее. И это сейчас только рента начисляется с уже проданного газа. А это было не всегда. То есть мы потеряли на самом деле еще много на закрученных скважинах из-за нашей политики. Вот я оцениваю, что если это раскрутить в обратную сторону, сделать стимулы... Вот. Я был на себе интересное заседание, где представители власти говорят, мы не пускаем глаз на экспорт, потому что у нас его не хватает. А добытчики частные, государственные говорят, а сколько вам не хватает? Давайте мы вам добудем. Только простимулируйте это. Или тогда не мешайте нам продавать за рубеж, для того, чтобы мы на премиальном рынке, ну, год-два назад, вы же видели, какой премиальный рынок был в Европе, да, а мы себе самоконстрацию сделали. Самоконстрацию на 1,4 миллиарда только кубов это только по трем компаниям. Это Укрнефтеубрение, Смарты и ДТЭК. По трем компаниям мы потеряли 1,4 миллиарда кубов метров газа, которые мы могли продать за сумасшедшие деньги. Ну, просто, ну, просто сумасшедшие деньги. Мы сделали самоконстрацию. Это, это ужасно. Ну, и нам, я так думаю, что американцы, там, норвежцы, они рукополискали о том, что, ну, 2-3 процента мы им наиграли на рынке газа, то есть, из-за того, что там не участвовали. Но деньги были сумасшедшие. Я не знаю даже. Ну, представляете, там, по штуку 100, по 1200 евро продать 1 миллиард. Это ужасные деньги. Я не знаю, это такие ноли просто-напросто. То есть, и мы это потеряли. А сейчас мы оказываемся в ситуации, когда по подсчетам Станислава Игнатьева, он посчитал, по каждому региону отдельно дефициты, профициты энергии и так далее, замену возможную на солнце и так далее, и тому подобное. В некоторых местах ничем, кроме газа, заменить невозможно. Так вот, нам будет недостаточно от данного момента 5,4 миллиарда кубов. 1,7 мы можем вернуть, вернуть просто, если сделать, то создадим нормальную политику. 3 миллиардов нам не хватит. Вот. Ну, тут не было счастья, так несчастье помогло. Сейчас, скорее всего, это будет Орлен. Ну, 99,9 это будет Орлен. То есть, Орлен нам просто обеспечит за счет сейчас развития Свиноусия. Не просто так туда менеджеры едут, в том числе, там, менеджеры наши украинские, Орленовские. То есть, они будут готовы нам поставить плечо в этом случае. Я думаю, что тоже. То есть, это доступно, это возможно, и возможно уже теми методами, которые есть сейчас, если государство или самоустранится, или будет просто не мешать развивать микросеть. почему я так уверенно в этом говорю, потому что то же самое Ермилов, те же самые там экофлошники все, они говорят, а сколько мы уже навезли этих генераторов? Вот. Их же, мы их просто не используем, они стоят. Да, это аварийные генераторы, но почему они не работают вообще? Они, почему? Потому что директор школы или там директор, например, водоканала какой-то этой насосной станции водоканала, да, какой-то начальник или бригадир, вот он скажет, что дурное говорит? Я ему говорю, вот смотри, школа летом не работает, вот стоит офигительный 200-киловаттный газоэлектрический генератор, не зарабатывай деньги. Он говорит, как? Я не являюсь субъектом рынка, я не являюсь, то есть, я не могу это сделать, я могу только потреблять. Но у него стоит 200-киловаттный так и есть, это очень важный момент. 200-киловаттный генератор. А значит, 200-киловаттным генератором можно было, там, не знаю, 2-3 девятиэтажки вместе с липтами сейчас запитать и без никаких проблем. И таких генераторов десятки тысяч, понимаете? Там, от 20-киловаттных 100-киловаттных нагребли столько, что просто рехнуться можно, сколько 100-киловаттных. Но я думаю, что бизнес догадается их себе забрать. Что значит себе забрать? Что значит себе забрать? Бизнес посмотрит на все это дело. И сейчас вот интересный такой момент, и им сказали, государство, кстати, тоже, я считаю, что это крупный бизнес, кстати, возмутился. Молча так возмутился. Им еще возбудился, звучит, да. Молча, ну, знаете, как вот это же Некрасова, да, то есть вот на коленях станут, тут на коленях и вроде бы стоят на коленях, а то ты знаешь, что бунтует сволочи, да, то есть вот как бы короче, ситуация такая, раньше государство говорило о том, что вас не будут заключать, если вы хотя бы там 50% сами покупаете на внешнем рынке, там где 30% какие-то были вещи, теперь оно сказало покупать на внешнем рынке самостоятельно. Все. Все. 80% 80% да, 80% покупать самостоятельно, если вы покупаете самостоятельно, он у вас не отключает. И все возмутились. А я не понимаю, чего вы возмутились. Вы же всегда говорили, что государство плохую проявить и ругаться. Теперь он говорит вам, перепокупая сам, мы тебе не будем отключать. Ну, 100% тогда покупая сам и тебя не будут отключать, какая разница? И это оказывается, что это непростая штука, что это сложно, что за ответственность за себя набрать за вот эти все вещи. И такой средний крупный бизнес достал на колени и вот молча бунтует там в этот момент только ассоциация одна. А взяла на себя смелость вот это раскручивает вот эту ситуацию. Ну, может, просто нужно какое-то время для того, чтобы перейти, нужны какие-то нормативные вещи, которые тоже должны это все урегулировать, потому что, ну... вообще не нужно. Знаете, вот этот момент, мы освобождаемся от рабской психологии, от раба. Мы потихонечку понимаем, что мы можем делать что-то самостоятельно. Вот, мне кажется, средний вариант будет происходить где-то вот на этом, когда человек, разочаровавшись, в один прекрасный момент один закроет бизнес, разочаровавшись, а другой возьмет, говорит, что у тебя же стакаломатные генераторы есть, да. перорезный котел или там какой-нибудь там газогенератор есть там, сейчас у меня на канале такие вещи интересные, и люди пишут, что они это делают. То есть они берут вот эти там безыновые генераторы стакаловатные, берут рядом ставить газогенератор времен Второй мировой войны, которые были там развиты и так далее. То есть это пищной газ. Помните, были такие видео, когда в самом начале войны люди ездили на печках, то есть видно было, как багажник стоит, вставлен на печку, человек бросает дрова, а машина едет. Нет, я этого не видела. Вот. Два самодельки, по-моему, один в Москве еще поставил, другой в Вольсвагене стареньком. То есть, ну вот это вот печной газ. То есть печной газ вот это используют, и на нем может работать вот эти вот бензиновые генераторы и так далее. Так вот уже ставят 200-киловаттные такие. А вот, на дрова. Берут классный этот агрегат, экономный, хороший, берут его ставят. А вот, потому что очередь за газоэлектрическими станциями General Electric, тут Елбахер знаменитый, на два года вперед. Это тоже показывает то, что бизнес уже перестроился. Очередь на два года вперед означает о том, что через два года бизнес по среднему варианту уйдет. Как будет выглядеть в этом случае ситуация в Украине. Тоже очень позитивно, потому что, еще раз повторяю, будут средневзвежно снижать тарифы, потому что бизнес будет сам по себе конкурентным. Вот это наблюдалось, например, в Америке, когда были сотни телеграфных столбов, сотни проводов, тысячи проводов натянутых над перекрестками, пока не появилась какая-то крупная компания, которая снизила тарифы, то есть вот эти десятки телеграфных компаний обанкротились. Это всегда происходило. Параллельные сети, параллельные вот эти все вещи, вот они сейчас, мы будем видеть, как это происходит на территории Украины. Какой у нас есть риск, какие у нас риски есть в этой ситуации, положительной или в средней ситуации? Риски заключаются в том, что у нас есть активно противодействующая агентура, действующая на уровне офиса президента, действующая на уровне парламента, действующая на уровне министерства, ведомства и так далее. А вот при том противостояние, почему я называю активно действующим на таком высоком уровне, потому что вижу, взаимодействие, публикации и синхронизацию в действиях и публикациях с действиями чиновниками, чиновников и так далее. Ну вот я хочу один кис с вами рассмотреть, это кис Каховская грязь. У меня, я сам по себе эколог, сам и Запорожье, для меня, конечно, возрождение Великого Луга это непростые слова, это возрождение исторической памяти, энергетической памяти и так далее. Но при этом я еще и энергетик. То есть я прекрасно в себе понимаю, что мощность в 300 мегаватт это очень серьезно. То есть это как бы две-три области, которые можно на балансе поддерживать и так далее. Это развитие, в том числе, и промышленное, и моего родного края, чтобы не был нищим и так далее. И вот споры ведутся. У меня там есть тоже Виктор Винзиковский, прекрасный специалист, лучший специалист, наверное, по сетям, которые я очень ценю. Вот. Он тоже говорит, Андрюш, посмотри по всему миру. Самые успешные страны по энергетике это страны, у которых самая развитая гидроэнергетика. То есть больше ничего лучшего не придумали. Батарейки еще очень-очень далеко будут для нас. Химия, про которую ты рассказываешь, эти метанолы и аммиаки, все это прекрасно, но это тоже годами измеряется вот эти все изменения. Гидроэнергетика лучше всего. Но я теперь увидел очень очень простую зависимость, которую раньше я в Атомке видел, Запорожская Атомная электростанция, тоже чуть-чуть позже расскажу. Но ведь понятно, что отстройка Каховской Грец приведет к затоплению снова территорий и самое главное приведет к тому, что вариант от тем, чтобы отдать левобережный юг Украины станет более вероятным. Понятно, что построив Каховку, мы по сути дела толкаем вперед сценарий, когда голубые каски выстраиваются по обеим берегам Днепра, слава Богу, когда ограничиваются и следят за тем, чтобы не было там 150-мм или 120-мм минометов, которые могут перекинуть на расстоянии 20-30 км. То есть все сводится к стрелковому оружию с обыгранных сторон, то есть на пароничных заставах, легкому вооружению и так далее и тому подобное и это все фиксируется навсегда. Так вот, основой для этого есть постройка Каховской ГЭС. Мне на это говорят о том, что ты знаешь, если мы построим, то по ним можно будет легко перебрасывать войска. Нет, сейчас гораздо легче перебрасывать войска. Когда ты можешь через протоки пройти, когда это сделано так, что врагов фактически невозможно контролировать. Ну, ребята, все время войска царя 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 100 тысяч войск заблудилась просто в этих плавнях. Про что вы говорите? Там организовывать партизанщину элементарно, а вот защищаться от нее практически невозможно. Поэтому для нас сейчас выгодна ситуация, когда Великий Луг восстанавливается, когда восстанавливаются вот эти все вещи. Просто по одной простой причине, что партизанщину там вести элементарнейшим образом, защититься невозможно вообще. А когда ты затапливаешь это все, когда у тебя есть четкая береговая линия, все просматривается. Когда у тебя оттеснены гражданские и военные резервы, когда можно это контролировать просто-напросто с помощью простых методов спутниковых и так далее, это все договорняков. И вот я хочу, чтобы вы задавали этот вопрос людям, которые следующие будут у вас на эфире. А что же по поводу Запорожской атомной или Каховской агрессии? Что-то мы заполучали. Но понятное дело, что ситуация Запорожской атомной электростанции это ситуация, когда технически подвешивать военное руководство страны на быстрое принятие решений. То есть когда она холодная стоит, у тебя есть возможность воевать вокруг нее, захватывать ее и так далее, и так далее, и так далее. Когда атомный реактор запущен или, например, на кране висит тепловыделяющая сборка, то в этот момент скорость принятия решения должна быть полчаса, несколько минут, иначе будет катастрофа экологическая. И понятно, что Россия этим пользуется. А Россия это всегда подыгрывал. Это Россия враг Украины. Он уже кучу раз было замечено, что его приезда приводили к ухудшению ситуации, к сокращению времени этой реакции. Вы сейчас говорите о представителе МАГАТЭ, я правильно понимаю? Так. Так. Я это притом к ненужным смертям это приводил несколько раз, потому что вот первый раз, когда он приезжал, были разбомблены люди на переходе, а он поехал второй раз. Опять Путин, он же демонстрирует свое людожерство вот этого, то есть каннибализм весь человеческий. То есть когда он приехал третий раз, я не выдержал, вы, может, видели этот эфир, когда я просто сказал, что надо что-то с этим лучше делать. То есть за него гибнут люди, зачем вы это делаете. Это ужасно. Ну, это ж раз, и притом Путин же откровенно показывает свое поведение. Откровенно он его демонстрирует, он делает это с удовольствием и так далее. То есть продемонстрировать. Вы знаете, до сих пор меня бесит, когда удивляются о том, что вот у нас где-то переговоры поехал в Зеленский или там приехали наша миссия какая-то, и в этот момент идет удар по школам. Ребят, мы же это знаем, он же специально это делает. Он пытается у нас создать вот это, как у собачек Павлова, о том, что не договаривайтесь ни с кем, не проводите какие-то вещи и так далее и тому подобное, потому что по школе прилетит, прилетит по детскому садику, прилетит по университету, прилетит по этому по торговому центру и так далее. Оно же все совпадает. Просто есть некоторые вещи, когда мы знаем, ну, они открыты, да, то есть готовятся к какой-то момент, а есть некоторые вещи, которые скрыты, но ты знаешь о том, что это все не просто так, и все очень прекрасно в точечку прилетает, и разведка работает российская ужасно хорошо. ужасающе хорошо работает разведка. Вы знаете, она работает настолько хорошо, что я вот приветствую моменты, которые связаны с Кудринским, с Колесником, когда они откровенно рассказывают о ситуации в энергетике, потому что врагу все известно, мы же это видим. Все обеличено, все поставлено и так далее. Уже задним числом, конечно, нужно было Гетманцевым что-то сделать, когда он заставлял ставить GPS-датчики учета, она же на каждой заправке стоит, она стоит на каждом месторождении, когда рассказывают, Андрей Анатольевич, что же вы рассказываете про, говорю, ребят, у нас в условиях учета все в режиме свободного времени показывают на весь мир, сколько они добыли и в каком месте они с точностью до сантиметра находятся. Мы налогово катастрофичной ситуации, которая у нас есть. Возвращаясь к вопросам для Лома, для вас, вот, сейчас ответ не на Крым наш нужно спрашивать, а твое отношение к Аховке, твое отношение к Атомке, то любого политика. Это для меня критически важно сейчас стало и уже не о чем разговаривать о технических возможностях и так далее. Сейчас один из самых больших рисков, которые сейчас есть, это пойти на поводу и начинать восстанавливать дамбу на Каховской вес. Это сигнал, просто иногда я вижу, что это просто сигнал врагу к появлению договоренности. Я бы хотела небольшую такую ремарку сделать по поводу лучшего сценария. Я правильно понимаю, что лучший сценарий предполагает диверсификацию всевозможную и, собственно говоря, открытость вообще процесса со всех сторон, которая только может быть. Ну, если вот скоротко, да? Это самый лучший вариант. И вы знаете, сейчас есть шансы, потому что нет активного противостояния олигархических групп основных, которые были против. У них у них все смесено. Ничего не было. Андрей, спасибо огромное, спасибо, что были сегодня с нами на связи. Андрей Закревский был сегодня нашим гостем, за что мы очень признателен. Конечно, благодарны вам нашей спонсорной платформе YouTube и Patreon. Оставайтесь с нами.